МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День с толком в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Надо проверят, есть ли угроза для детей, которые отдыхают в краевых и загородных лагерях. По такой дороге только на тракторе. Я сломала коляски инвалидные, сколько было. Когда извечная первая беда России победит вторую? Шукшинские летние наши. Я так счастлив, что я приехал на Алтай, ибо это лучший кусочек земли нашей великой России. Как открывали 21-й по счету Шукшинский кинофестиваль. Дмитрий Медведев поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае. Премьер-министр рекомендовал Министерству просвещения совместно с Роспотребнадзором определить причины появления таких лагерей и устранить риск подобных инцидентов. Как сообщили в Краевом министерстве образования, в Алтайском крае сейчас не действует ни один палаточный лагерь. Всего за лето таких смен планировалось провести шесть. Вчера завершилась четвертая, в Миногорском районе следующую планировали открыть 26 июля. Но в связи с погодой и дымом дети будут жить не в палатках, а в домиках. Последняя смена стартует 6 августа. В пресс-службе и главного управления МЧС по Алтайскому краю подчеркнули, что пока поручение о проверках в их ведомство не поступало, но серьезных нарушений в алтайских лагерях до этого выявлено не было. Напомним, пожар в туркомплексе в Хабаровском крае произошел этой ночью. В лагере находились 189 детей от 7 до 15 лет. Огонь мгновенно уничтожил 20 из 26 палаток. На месте погибла 10-летняя девочка. Спустя несколько часов в больнице умерли еще двое детей, две девочки и 10-летний мальчик. Взрослые не смогли подушить возгорание сами, а спасатели были вызваны слишком поздно. Вот как бы и здесь не было слишком поздно, слили 34 миллиона рублей. В Михайловском районе разгорается конфликт вокруг местного озера, которое стало напоминать скорее болото, чем чистый водоем. Изменения, как это ни странно, начались после того, как местные чиновники провели очистку объекта. Просто озеро нужно было поддерживать дальше, запускать туда рыбу, тогда бы не было этого запустения, уверены жители. Оказалось, что у муниципалитета не нашлось денег, чтобы поддержать озеро в нормальном состоянии. Рыба нужна была для того, чтобы та поедала растительность. Местные власти рассказывают, что ее выпускали, но всю выловили жители. Вот так, 34 миллиона рублей ушло в болото. Напоминает болото, особенно в сезон дожди, одна из улиц в центре Барнаула. С середины 90-х на парашютной нет асфальта. Причем только на одной половине, а вот вторая может похвастаться дорожным покрытием. При этом жители говорят, что на всех документах улица значатся полностью асфальтированной. Вот странности, да? Продолжить тему Андрей Дреев. Весной только на парашюте, потому что на улице парашютной асфальта нет. После таяния снегов и ливней дорога и вовсе превращается в непреодолимое болото. И это при том, что здесь живет много пенсионеров и инвалидов. Я сломала коляски инвалидные, сколько было. Жители говорят, асфальта на участке от Микронной до Красного текстильщика нет с 94-го года. При этом тогда же дорожные службы укладывали покрытие на второй половине улицы. Десятки лет ничто не менялось, и жители сами решили проявить активность. Начала я свой поход с дорожного комитета, где узнала, что оказывается наша улица целиком и полностью асфальтирована от улицы Микронной до Комунаров. Представители администрации железнодорожного района сказали нам, что об этом ничего не слышали и помнят про улицу Парашютную. Но в год выделяют средства только на ремонт трех-четырех улиц. На территории района расположено 106 улиц, 62 проезда и 6 проспектов. Соответственно, удовлетворить все нужды единомоментно таким объемом не представляется возможным. Чиновники администрации ежегодно вносят предложения по асфальтированию улиц частного сектора. Но сказать, когда на Парашютной появится асфальтовое покрытие нам не смогли. Только пообещали, что внимание на улицу обратят. Запомним. Единственное, что могу обещать, что при формировании плана 2020 год мы на эту улицу обратим свое внимание. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком. Обратить внимание на свою проблему призывает бейчанка Ирина Парфенова, которая борется с онкологией. Лекарства, которые прописали врачи, ей не подходит. Альтернатива есть, но приобретать препараты необходимо за свой счет, а денег в семье практически нет. Жители края уже перечислили чуть больше 70 тысяч рублей, а нужно минимум миллион. Напомним, девочка уже год не встает с постели. Злокачественная опухоль проросла в спиной мозг и ребенку сложно даже пошевелить ногами. Девочка отчаянно борется за жизнь. Книги Ирине подносит и открывает мама. Для прикованной к постели 15-летней девочки чтение, как глоток свежего воздуха. Новая книга почти каждый день. Например, даже самому Муу. Тут гений мне нравится. Ира обездвижена уже год. Тогда боли в спине врачи сочли за невралгию, начали лечить, после чего и отказали ноги. Позже выяснилось, что так на процедуру отреагировал рак спинного мозга. Это очень редкий случай. То есть ребенок, а опухоль взрослая. А сколько сантиметров? Была где-то 9. Удалить всю, конечно, не удалось, потому что она глубоко расположена. Удалили, но потом на таблетках у нас было 5, уменьшилось. Убивать опухоль дальше сложнее. Местный и бесплатный препарат организм девочки отвергает. Альтернатива зарубежная химиотерапия, но в крае ее нет. И семье предлагают покупать ее за свой счет. В общей сложности 171 тысячи. Вот у меня договор там на руках есть, что... Это на один курс. Вот из-за чего и проблемы. То есть я с провизорами тут разговаривала. Потому что Москва там не говорит, что вам должны предоставить препарат в вашем регионе. Ну, не знаю. Здесь вопроса нет, да, его не покупают. Не закупают, потому что он дорогостоящий. Пока женщина ждет ответа от Минздрава, время уходит. А дочери нужно пройти несколько химиотерапий подряд. И это минимум миллион рублей. Ну, лечусь и верю просто, что вылечусь и все. Верит и семья, потому что эффект от первых процедур уже есть. Девочка начинает чувствовать ноги. А значит, восстанавливать лечение нельзя. Родители Иры просят неравнодушных жителей помочь их дочери вернуться в обычную жизнь. Продолжаем выпуск. Полсотни звезд, красная ковровая дорожка, живая музыка. Так в Барнауле открывали 21-й шукшинский кинофестиваль. Барнаульцы начали занимать места, чтобы быть ближе к звездам заранее. Как это было и что нельзя пропустить в ближайшие дни, расскажет Дарья Эйдемиллер. До начала церемонии открытия шукшинского кинофестиваля еще час, но гостей уже несколько сотен человек. По красной ковровой дорожке прошло более 50 известных личностей, в их числе Валерий Фомин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Владимир Котт. Но кажется, Барнаульцы больше всего были рады актеру Андрею Мерзликину. На красной дорожке шукшинского кинофестиваля Андрей Мерзликин, актер театра и кинофестиваля. А вот президент 21-го шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко вообще на некоторое время пропал с красной ковровой дорожки. Сценарист, кинорежиссер, драматург, актер, писатель, телеведущий, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР Виктор Мережко, город Москва. Но позже народный артист вернулся на путь и побил рекорд по популярности. К театру драмы Мережко шел не меньше десяти минут. Это ответственность и радость. Я так счастлив, что я приехал на Алтай, ибо это лучший кусочек земли нашей великой России. Здесь люди восхитительные. Я просто влюблен в край, хотел бы здесь часто бывать. Со звездами бесконечно фотографировались. В нашей съемочной группе, чтобы поговорить о шукшинских днях с Андреем Мерзликиным, даже пришлось отстоять очередь. Показываем спектакль по бессмертной киноповести «Калина Красная». Театр «Русская песня» в полном составе. Это около 70 человек. Будут постараться представить, как говорится, постараются обойти острые углы сравнения с кинокартиной. Это невозможно. Но мы постараемся уловить мир и все те интонации, которые нам всем так дороги, и они связаны с мировоззрением Василия Маккарна Шукшина. В этом году свое мировоззрение представят 10 режиссеров. В программе полноформатного игрового кино 10 фильмов. Их бесплатно показывают в кинотеатрах Европа и МИ. Короткометражек 16. Их традиционно можно увидеть под открытым небом. Зрители уже готовы к эмоциональным потрясениям. Как всегда, ждут, что будет очень нервно, очень много придется плакать, когда будешь смотреть это кино. Много придется переживать и над многим задумаешься. Я считаю, что здесь должен быть каждый житель Алтая. Просто, наверное, нет такой возможности. Это очень, конечно, обидно. Мы каждый год сюда приходим. Несмотря на то, что красную ковровую дорожку давно собрали и унесли, барнаульцы не думают расходиться. Впервые за всю историю Шукшинского кинофестиваля любой желающий, даже те, кто не успел приобрести пригласительный в зал, может увидеть церемонию открытия. Прямо на экране около театра драмы выводятся изображения со всеми номерами, выступлениями. И для людей поставили лавочки, чтобы они ничего не пропустили. На сцене тем временем настоящие народные гуляния. Традиционная хореография, песни, масштаб фестиваля впечатляет не только наших земляков, но и гостей Алтайского края. Мы шли сегодня по красной дорожке. Я бы подумал, что, наверное, не только в России, а в мире нигде нет такого кинофестиваля, где бы вот так по красной дорожке прошло столько писателей на его открытие. И, конечно, мы этим обязаны Василию Макаровичу Шукшину, который каким-то удивительным образом соединил в одном лице своем вот эти три и близкие, конечно, очень искусства, но и на самом деле очень разные. Девиз кинофестиваля не меняется уже несколько лет. Нравственность есть правда. Это и есть главный критерий отбора работ. Алтайские зрители могут увидеть кинокартины, которые еще не были в большом прокате. Миссия, предназначение, если сказать по-русски, нашего кинофестиваля, конечно, в том, чтобы подарить, показать нашим зрителям современное, качественное, высокое искусство российское кино. Билеты на показы конкурсных фильмов бесплатные. Их можно было взять в кассах кинотеатров. Но сейчас это вряд ли возможно. Количество фанатов Шукшина и ценителей его творчества растет с каждым годом. Дорида Миллер, Николай Шелко. День с толком. Какой будет погода в родном селе Василия Макаровича с Росках и в других районах края, узнаете через несколько секунд спонсор прогноза компании Валар. У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире.